Всем привет! На дворе Хэллоуин, страшный праздник, надо сделать что-то страшное! Но нет! У нас сегодня позитивчик, ребята! Мы сделаем, конечно, из тыквы, у нас будет тыквенный супчик с трюфельным маслом. Практически во всех рецептах, что я видел, тыкву обжаривают вместе с морковкой, с луком и бла-бла-бла. Я сделаю по-другому, я хочу тыкву для этого рецепта запечь, потому что печеная тыква, она, во-первых, менее влажная, и у нас есть возможность сливками добавить лучше лишней сливочности, чем влажности обычной водяной, и плюс она становится более карамельной. Печеная тыква для печеного супа, да и вообще печеная тыква это вещь. Начнем с этого. Давайте возьмем столько тыквы, сколько нам надо, а я не знаю, мне килограммчика полтора-два хотя бы тыквы. Вон она, красотка! Чтобы нам удобно было избавиться от семечек, я еще разделю ее. Мне очень нравится запах тыквы, он такой какой-то дыневый, сладкий, морковно-дыневый, наверное, вот такой вот запах. Теперь нам надо счистить кожуру. Давайте овощным ножичком срезаем кожуру, она толстая и ненужная для нас. Можно это делать с овощечисткой, но в этой тыкве очень толстая кожура, придется несколько раз ее срезать. Такой хитиновый покров адский. Я чуть помельче нарезаю тыкву, она так быстрее подзапечется. Я возьму вот такие вот два маленьких противня, немножко их маслицем смажу и выложим сюда тыкву. Я не буду сейчас ничего добавлять, никаких специй, мне просто нужно ее запечь. На полчасика в духовку, 200 градусов. Я немножко остужу эту тыкву и потом мы будем ее пюрировать, блин, сложное слово, пюрировать с помощью блендера. У нас сегодня блендер от компании Юнит. Стационарный блендер Юнит модель 405, друзья мои. Вот он комплект, тут и стеклянная чаша, и тут вот такой вот стальной кутер-измельчитель. С помощью блендера Юнит вы приготовите все, что хотите за считанные секунды, в том числе и тыквенный крем-суп. Три скорости, регулируйте, пожалуйста. Тут есть импульсный режим. Режим измельчения льда, очень удобный для... Вот так вот он делает. Для коктейльщики, мохито, например. И специальный скоростной режим для приготовления смузи. В комплекте отличная стеклянная чаша, вот с таким отверстием, куда вы сможете контролируемо добавлять все, что вы хотите измельчить. И, конечно, плюс большой, что именно стекло, не пластик. Еще в комплекте вот такая литровая небольшая емкость для измельчения. То стекло здесь не ржавейка, мыть предельно комфортно и удобно. Ссылочки для приобретения этого блендера будут в описании к видео. Спасибо Юнику за спонсорство. Но у нас тыква. Я, естественно, для тыквенного супа выберу вот эту большую чашу. Насколько она? На полтора литра, как я и думал. Мне должно хватить. Так, открываем. Мне вот этого маленького отверстия будет мало. Это уже потом можно сливки-то добавлять. Так, закидываем тыковку. Оу, мягенькая. Вау. Очищаем морковку с луком. Лук, в общем-то, непринципиально измельчим. Нам его надо обжарить сначала. Поэтому тут размер измельчения не очень играет роль. Ну, на такие кубики. Все равно это все уйдет в блендер. А морковку натрем на терке. Добавляем растительного масла в сковородку. И обжариваем лучок с морковкой. Обжаривать будем до мягкости лука и морковки. Вот буквально 4 минутки пожарил, помешивая. Все мягенькое, все хорошенькое. Вау, Виталька. Виталька промахнулся. Отправляем к тыкве нашу поджарочку. Ее целиком. На самом деле, моя ошибка. Надо было в самый низ жидкий продукт, то бишь сливки добавить. Вот у меня сливки такие жирные, блин. Наверное, немножко еще молочком разбавлю. Я сразу же внутрь добавляю трюфельное масло. Это оливковое масло. Пускай будет. Естественно, солим. Все сразу, пускай измельчается. Добавляю перчика. Это уже по вкусу. И сюда чудесно зайдет мускатный орешек. Оп, наверное, все. Больше не буду добавлять. Очень он яркий. И попробуем это все пюрировать. У меня довольно большой объем, конечно, получился. Но надеюсь, справится. Выбираем режим смузи, ясное дело. Отлично. Смотрите, он очень эффективно забрал тыку с морковью, да? Но все-таки сверху не хочет забирать, поэтому я буду помогать. Тут вопрос, наверное, в чуть неправильной последовательности выкладывания. Я чуть-чуть вот туда вот это все помогу. Опа, опа, опа. И еще раз включу режим смузи. Сейчас должно взяться. Шикарный аромат. Все, пошло дело. В общем-то, все славненько перемололось. Никаких вопросов. Отличная структура. Давай посмотрим. Видите, да, какая структурка? Смотри, идеальная получилась. Ну, можно делать жижи, если хотите. Вот мне кажется, вот это самый сок для крем-супов. Давайте попробуем по соли. Офигенно. Все, больше ничего добавлять не надо. Больше не надо ничего добавлять. Суп готов, но, естественно, мы еще кое-что добавим. Вау! Отличная консистенция. Будет не лишним добавить еще трюфельного маслица. И вот здесь у нас уйдет бальзамический крем. Тоже не перебарщивайте, конечно. Ну и тыквенные семечки, куда без них. Огонь! Тыквенный крем-суп с бальзамиком, ребята. И трюфельным маслом. С офигенной консистенцией. Что может быть лучше? Я люблю такой суп. Сладенький. Все. С хэллоуином у вас. Вот серьезно. Я для себя трюфельное масло открыл недавно. Очень вкусно. Без вопросов. Где оно? Короче, где-то масло у меня лежит. Убрал уже. Купите себе трюфельное масло. Понятное дело, что концентрация трюфелей там просто минимальная. Но, тем не менее, вот этот аромат. Я не знаю, макарошки полить там. Все что угодно. В магазине не часто, но находится. Если найдете, купите. Оно чуть дороже обычного, оливкового. Но, тем не менее, это стоит того. Вот этот вкус прям он очень хороший. И печеная тыква. Вот я не знаю, как это было в доставке Ильи в Орламово. Можете посмотреть обзор здесь. У него очень понравился мне тыквенный суп. Честно скажу, мой мне нравится больше. Там был очень вкусный. А здесь прям вообще топчик. Возможно, связано с тем, что опять-таки печеная тыква. И вот эту консистенцию мы не бульоном доводили, не водой. А доводили именно сливками. То есть, лишнюю влагу мы восполняли сливками. Ну, и немножко молочком. Потому что сливки густоваты. Ну, благодаря, наверное, вот этой, в том числе, печенности. Вот этой дополнительной карамельности какой-то тыквенной. Получился вкус более интересный. Ребят, пока сезон тыкв. Сейчас тыквы. Хотя они сейчас, мне кажется, всегда продаются. Прям не постесняйтесь, сделайте. Готовится элементарно. В общем, действительно, очень душевные рецептики. Я давно хотел, кстати, снять. Я что-то забывал постоянно про этот крем-суп. Потому что он мне нравится. Мне крем-супы нравятся, вообще. Их сжевать не надо. Спасибо, что посмотрели. С праздником у вас, там, если вы его празднуете. Я не праздную Хэллоуин. Так уж сложилось. Я против мракобесия. Ну, вам удачи, в любом случае, если любите там побаловаться. Спасибо Юниту за спонсорство. Ссылочки, напоминаю, на этот блендер в описании. Что еще? Да и все, там, Инстаграмму, и тоже все в описании. Подписывайтесь, покупайте. Делайте все, что хотите. Демократия, ребята, мракобесия, Хэллоуин. Всем пока. А, Демасик, а ты любишь вообще, кстати, тыквы на суп? Ты что, не попробовал? Я вот это когда-нибудь. Вот сейчас ты оценишь, что он здесь кайфовее. У меня кайфовее, чем тогда был. Офигенно. Давай, чувак, тогда ты наверни. Давай-давай. А, вон ложку возьми. Я собью штатив. Собьешь штатив? Да уже мы закончили снимать-то. Собивай. Давай. Продолжение следует...